Ребятки, всем привет! Сегодня у меня просто огромнейшая радость. Развитие в мастерской продолжается и выходит на новый уровень. Посмотрите, что у меня появилось. Наконец-то в мастерской будет отличная сварка. Как же я замучился за эти года варить обычное электродное. Я, конечно, учился, старался, смотрел много обучающих роликов. Но с нашим низким напряжением здесь в мастерских это просто каторга. Тем более время не стоит на месте. Эти технологии развиваются, появляются более совершенные аппараты. И это один из них. Это Chibora Pocket Pulse. Синергетический инверторный полуавтомат с максимальным током сварки 185 А. Синергетика обозначает, что уже с завода в аппарат внесены все необходимые настройки. И мне, как новичку, это очень важно. Не придется искать кучу информации, не придется пересматривать множество видео, чтобы настроить аппарат правильно для сварки. Просто в меню выбираю вид сварки, что я хочу варить. А этот аппарат может варить сталь, алюминий, нержавейку и даже паять медь. Выбираю толщину проволоки и все в путь. Это просто здорово. Так как многие из вас, как и я, новички в этом деле, я думаю, вам будет интересно и полезно услышать рассказ об этом аппарате Chibora Pocket Pulse именно от меня. Я сделаю подробнейший обзор. Посмотрите, смогу ли я, как человек, который ни разу в жизни не варил полуавтоматом, настроить его. Ну и, естественно, будете следить за моим прогрессом. А профессионалы придут в комментарии и поправят, если я что-то рассказал неправильно. Корпус металлический, имеется удобная ручка. Вес аппарата 13,5 килограмм. И давайте первым делом заглянем в отсек для проволоки. На крышке есть дополнительная наклейка с режимами. Вид металла, железо, нержавеющая сталь, алюминий, медь. Толщина проволоки и вид газа, который нужно использовать. Провод массы довольно-таки длинный, 3 метра. И надежно закреплен внутри корпуса. Установлю проволоку. Максимально в отсек влазит 5-килограммовая катушка. Механизм подачи проволоки. Откручиваю прижим немного. Он двухроликовый. Кстати, мне его сейчас нужно перевернуть. Он установлен стороной под проволоку 0,6 миллиметров, а у меня 0,8. На ролике откручивается шестигранник. Легко меняется. Завожу проволоку. Закреплена здесь тефлоновая трубка, чтобы проволока легко скользила. И чтобы ни за что не задиралась. Есть. Устанавливаем прижим. Кстати, можно его отрегулировать. По опыту я не знаю, какое усилие нужно сделать. Попробую немного подтянуть. А там по работе посмотрю, не проскальзывает ли проволока. Можно закрывать крышку. И переходим к передней панели, на которой находится евро-разъем под горелку. А это пульт управления меню. Вот такая идет горелочка в комплекте. Перед установкой проволока должна немножко торчать. Шланг горелки тоже длинный. Я измерял 3 метра до кончика горелки. Для сварки черного металла я купил баллон со смесью углекислоты и аргона. Углекислоты 18%, аргона 82%. И редуктор с ротаметром. Сейчас мне его нужно будет отрегулировать, потому что с завода они настроены на максимум. Аккуратно снимаю наклейку. Здесь находится шестигранник. Я уже смотрел обзоры, как это делается. Вентиль открывается на полную. И нужно настроить таким образом, чтобы максимальный расход был где-то 20 литров в минуту. Важный нюанс, чтобы из-под вентиля не травило, его нужно откручивать на максимум, до упора. Единственное, о чем я забыл позаботиться, это о шланге. Подключил пока короткий родной. Забыл сказать, что сварочный аппарат на 220 вольт. Кнопка включения с обратной стороны. Кабель питания тоже довольно длинный. 2,5 метра. Вроде все готово. Можно включать и пробовать. Очень тихо работает. А сейчас я отрегулирую расход газа. Установлю где-то 7 литров. Чтобы проволока вышла из горелки, нужно нажать и подержать несколько секунд. Аппарат поймет, что сварка не происходит и начнет подавать проволоку. Охлаждение аппарата выполнено сквозным способом. То есть если работать в пыльном помещении, пыль не будет задерживаться внутри, а просто проходить насквозь. Очень важный нюанс. Чеборо Покет Пульс может работать при пониженном напряжении сети от 155 вольт. Это очень важно в моей мастерской. С этим постоянно проблемы. Постепенно шаг за шагом начнем знакомиться с меню. Управление очень простое. Осуществляется одной кнопкой, нажатием и вращением. Чтобы попасть в настройки, удерживаем несколько секунд и первый пункт выбираем. Что мы здесь видим? Вид металла, который будем варить. Дальше толщина проволока. И вид смеси. То есть смотрим, что есть. Черный металл. Ниже идет различные марки нержавеющей стали. Дальше пошел алюминий. Медь. И в самом конце сварка порошковой проволокой. Какие еще здесь мы можем настройки произвести? Можем выбрать толщину проволоки. 0,6, 0,8, 0,9 миллиметр и так далее. И вид смеси. Аргон 18% углекислоты. Дальше аргон 25% углекислоты. Под черный металл. Чисто углекислотой можно варить. Ну и так далее. Я выбираю сейчас, так как проволока у меня 0,8. И смесь 18% углекислоты. Вот и все. Сейчас наглядно покажу, как работает синергетический режим. То есть все настройки аппарат делает автоматически. Сейчас стоит толщина металла 0,9 миллиметра. Если мы увеличиваем толщину, то аппарат сам увеличивает ток на необходимую величину напряжения и подачу проволоки. Попробую сейчас поварить на толщине 1 миллиметр. Потренируюсь. Так сказать, нужно с чего-то начать. А потом продолжим знакомиться с меню и настройками. И будем делать это шаг за шагом и все пробовать. Как вы видите, сварочного стола я тоже не имею. Пока у меня такой импровизированный. Но я думаю, все будет. Вот так, попробую с другой стороны. Нужно вести быстрее. Вот мой первый сварочный шов, который я сделал полуавтоматом. Ни секунды не тренировался. Показываю все как есть. Такой довольно-таки объемный получается. Конечно, нужна практика. Сейчас, наверное, возьму другую пластину. Наделаю болгаркой бороз, чтобы более-менее ровно получалось ориентироваться. Ну и буду вам все показывать опять же. Попробую один шов пройтись горелкой вперед, а второй в обратную сторону. Уже что-то получается. Рука, конечно, дрожит. Нужно тренироваться. Вести горелкой назад. У меня лучший шов, чем горелкой вперед. Но нужно уметь и так, и так. Попробую сварить две пластины вместе. Чистенькие швы, никакой окалины. Сказка просто. Ну все лучше и лучше получается. Разбираемся дальше в меню. Следующий после выбора синергетического режима. Процесс. Обычный режим и режим пульса. Попробуем. Этот режим чаще всего используют для сварки алюминия и других цветных металлов. Эффективно очищает оксидную пленку. Подходит также для сварки тонких заготовок. Поддерживает стабильное горение дуги. Меньше разбрызгивания металла. Меньше пористость шва. И аккуратный шов получается. Разбираемся с меню дальше. Я отключу пульс. Буду учиться варить на обычном режиме. Пока мне пульс не нужен. Дальше идет пункт старт мод. Здесь несколько режимов. 2Т, двухтактный. То есть кнопку нажал, сварка началась. Отпустил, сварка закончилась. 4Т, кнопку нажал, отпустил, сварка началась. Нажал, отпустил, закончилась. И режим 3Л. Тут также появляется под меню. Это для более опытных пользователей. Здесь все настройки можно вводить вручную. Например, вот стартовый ток. Можно выбрать, уменьшить, увеличить. Дальше идет время стартового тока. Заварка кратера. Также можно увеличивать, уменьшать ток. Ну и куча-куча настроек. Индуктивность, отжиг проволоки. Все это вручную настраивается. Но мне еще много чему нужно научиться, прежде чем использовать этот режим. Сейчас я вам покажу режим 4Т. То есть кнопку я нажимаю только, чтобы начать варить. И дальше процесс идет в автоматическом режиме. И чтобы закончить, опять же нажимаю и отпускаю кнопку. При этом все настройки, эти, которые я вам показывал только что, аппарат делает сам. Дальше идет пункт Spot. Включаем. Появляется, опять же, подменю с настройками. В этом режиме очень удобно делать прихватки. Здесь можно выставить время. Сколько будет идти сварка. Допустим, поставлю для наглядности 2 секунды. И дальше время паузы. Поставлю. Давайте тоже 2 секунды поставлю. И посмотрим, как это работает. Попробовал увеличить сварочный ток под нужную толщину металла. Сразу у меня стало получаться лучше. Металл лучше прогревается и проплавляется. Следующий пункт в меню идет HSA. Это горячий старт. Это нужно, когда металл еще не пригрет. При начале сварки, чтобы лучше разгоралась дуга. Здесь можно увеличить ток относительно номинального в процентном соотношении. Либо уменьшить. Дальше время, которое будет увеличенный ток работать. И время спада тока. Также можно увеличить, либо уменьшить. Установил такие показатели. Попробуем поварить. Дальше идет пункт CR-A. Это функция заварки кратера. Она также настраивается. Индуктивность. И вот интересный пункт. Burnback. Его также можно настроить. Это функция отжига проволоки после окончания сварки. Давайте установлю на максимум. Покажу, сколько остается проволоки. А потом на минимум. Вот такой длины остается проволока. Теперь установлю на минимум. А вот такой длины проволока остается при минимальных настройках. Очень удобно. Не надо каждый раз перед сваркой откусывать, подстраивать проволоку. Идем дальше. Очень удобная функция soft start. Здесь настраивается подача проволоки при начале сварки. Если выставить 100%, то она будет такая же, как и на протяжении сварки. Если выставить меньше, то сначала проволока будет подаваться гораздо медленнее. Как настроим. Сейчас покажу 100%, выставлю. А потом минимальное значение. И последние два пункта. Предгаз и постгаз. Отвечаю за продувку газом перед сваркой и после сварки. Можно предгаз немножко увеличить. Скажем, секунду поставить. Ну а теперь, друзья, попробую поварить, потренироваться. То, что у меня получалось хуже всего, это угловое соединение и вертикальный шов. Вот такой шов получился. Вроде более-менее по сравнению с тем, как я варил раньше, небо и земля. Но вижу, что нужно ток увеличить. Попробую еще раз. Увеличиваю ток и, опять же, как видите, все настройки автоматически подгоняются. Поставлю 140 ампер. Опыта мне, конечно, не хватает, но получается все лучше и лучше. Ай, сварочка, красота. Смотрим, что получилось. Сейчас попытаюсь еще ток увеличить. Ох, это роскошь какая-то. Друзья, ну смотрите, немножко тренировки. Правильно ток выставил под нужную толщину металла и получается просто божественно. И вот вам для сравнения, как я варил раньше электродной сваркой. Я никогда ничего не скрываю, все показываю. Потренируюсь варить профильную трубу. Попробую уменьшить ток. Хочу попробовать сварить очень тонкий металл. Раньше мне это вообще было недоступно. Это профиль от гипсокартона. Я его зачистил и поставил функцию spot time, о которой я рассказывал раньше. Время сварки поставил полсекунды и паузу 0,8 секунды. Все время я держал кнопку нажатой и только в конце отпустил. Все остальное аппарат сам делал автоматически. И вот что у меня получилось. Ни одной проплавленной дырки. И с обратной стороны вот так выглядит. Попробую увеличить ток немножко. Сказка просто. Еще лучше получилось. Шов с обратной стороны. А вот так вот с этой. Сейчас зачистим, можно посмотреть. Попробую потренироваться и переварить швы на кран балки вертикальные. Уже что-то получается сказать, что я доволен сваркой. Это ничего не сказать. Я просто в восторге. Все очень легко настраивается. Все интуитивно понятно. Вы видели, какие у нее возможности. Можно варить как тонкий металл, так и очень толстый. Ну я, конечно, сварщик еще, наверное, третьего уровня. Назовем из 80. Буду стараться, буду учиться, буду тренироваться. Следите за моим прогрессом. Надеюсь, вам мой обзор понравился. Так как я новичок, я и попытался рассказать об этом аппарате как новичок. Если кто-то хочет познакомиться с аппаратом Chibora Pocket Pulse более подробно, ссылочка в описании. Заходите. Также там вы можете познакомиться со всем остальным ассортиментом. А он очень широкий, из сварочного оборудования фирмы Chibora. У меня на этом все, ребят. Всем пока. Спасибо за поддержку. Скоро увидимся. И да, в следующих видео мы посмотрим, на что еще способен этот аппарат. Поварим алюминий, попробуем нержавейку и медь. Теперь уж точно всем пока.